Потому что постарше дети еще может быть разъехались, а маленьких детей оставить не с кем, и они частенько гуляют у нас во дворах. И в сороконожке, ну ее можно разную брать. Можно вот такую цветовую, можно не цветовую, куда ребенок будет или раскрашивать, или вклеивать определенный цвет. И вы контролируете настроение, каким образом ребенок себя чувствует зеленое, желтое настроение у него. Все эти цвета подробно описаны. Это легко найти, какой цвет чего обозначает. Это может быть вписывать вот в эти кружочки, да, у сороконожки свои пожелания или свое слово, которое отражает их отношение к тому, что происходило. Здорово, классно, а может быть не понравилось, а может быть меня не взяли в игру, и поэтому мне не понравилось. Ну и роза настроения, тоже часто применяемая методика, она в центре. В центре этой диаграммы либо рисуется какое-то позитивное настроение, либо картинка, либо сам ребенок рисует. И дальше идут сектора по количеству детей, и в этот сектор ребенок опять вклеивает определенное настроение, либо цветом, либо с вами вписывает. Поэтому способов получить обратную связь от детей большое количество. Без получения обратной связи вы не можете никак продемонстрировать ни себе, ни другим, то, как вы отработали сегодня, и что у вас получилось, что не получилось. Поэтому в данном случае диагностика, она необходима на протяжении всего вашего проекта. И с другой стороны, это диагностика лишний раз подтвердит, во-первых, что у вас были дети, во-вторых, что вы работали, и в-третьих, насколько эффективно вы работали. И все это демонстрируется очень просто. Пожалуйста, у вас, например, на 30 дней рассчитано, а у вас 30 таких, не знаю, сороконожек, лишений и так далее. Или забор настроения. То есть очень разные могут быть формы над равной связью. Недописанный тезис, это скорее для ребят постарше или для родителей, которые участвуют у вас в программе или просто присутствуют, просто наблюдают за детьми, привели их к вам на площадку. Это тоже очень просто. Вы начинаете предложение и оставляете место для того, чтобы ребенок или взрослый это продолжил. Например, самые простые варианты. Мне сегодня особенно понравилось. И самая интересная игра это и так далее. То есть разные аспекты вашей программы. Это может касаться вообще игровых программ. Это может касаться тематических программ тогда. Вопросы могут быть связаны. Я понял, что экология для того, чтобы сохранять здоровье можно такими-то способами. То есть разные способы обратной связи, которые связаны с тем, что мы с вами диагностируем. Итак, я напоминаю, что мы можем с вами диагностировать, во-первых, условия, в которых мы осуществляем деятельность. И мы с вами можем диагностировать сам ход проекта и демонстрировать свою успешность или не особенно успешность. Но, конечно же, это успешность. Дальше. Следующий вид деятельности, который любой аниматор должен уметь осуществлять, это проектирование. Конечно же, нет смысла большие какие-то образовательные курсы по проектированию читать ваше внимание. В этом нет необходимости. Но логика развития тех мероприятий, которые сегодня у вас будут происходить, они должны быть заранее спроектированы в зависимости от той аудитории, которая у вас есть. Если дети могут сохранять внимание, это одна логика. Если дети у вас маленькие и они не в состоянии заниматься ни глубоким анализом, ни каким-то проектированием специальным, ничего бы то ни было, тогда это должны быть другой ход проекта. Поэтому каждый ваш день анимационный, каждый день вашей программы – это то, что вы специально планируете, то, что вы специально проектируете. Поэтому реагировать на те условия, в которых вы работаете, ребятам все-таки нужно учить, или тех аниматоров, которые работают, они должны это делать. Не просто вот дали вы ему сценарий, и он тупо идет по этому сценарию и отрабатывает. Безусловно, это должны быть определенные планы, проекты, что нужно изменить, что нужно. Добавить для того, чтобы детям было интересно. Самые простые требования к любому, даже маленькому проекту, мы не будем долго на этом останавливаться, это ясность, направленность, результативность, надежность, экономность. То есть то, что мы с вами предлагаем детям в качестве программ или в качестве отдельных мероприятий, оно должно быть нам неосознанно. И с точки зрения, зачем ясности и направленности, зачем мы с вами сегодня собрали детей, просто поиграть. Или же задачу чуть-чуть усложнить, и, например, показать им разные способные досуговые деятельности, чтобы они поискали, а что им будет интересно, тогда и программа этого дня, или вообще эта программа анимационная, она должна состоять из разных отдельных кусков, где мы вот такой вид досуга предлагаем, вот такой вид досуга предлагаем, а не каждый день одно и то же. Надежность, результативность, экономность, понятное дело, все эти принципы вам знакомы. Давайте мы немножко дальше. Организаторская деятельность. Чтобы праздник удался, каждый из нас должен уметь организовывать и одного человека, и группу. Организаторская деятельность и простая, и сложна одновременно. И знакомить с основами организаторской деятельности необходимо ваших аниматоров обязательно. Потому как, ну, вообще в советское время специальные книжки даже для подростков писались, как организовать деятельность, как организовать коллектив. Это в состоянии сделать любой ребенок. Конечно же, этим можно заниматься только с детьми уже старшего школьного возраста. Скорее всего, это 10-11 классники, может быть, особенно талантливые 9-классники. Потому что организаторская деятельность маленьким еще не подвластна. Они не могут организовать других детей в силу особенностей их развития. Но, тем не менее, как мы услышали, организаторами анимационных программ у вас являются уже достаточно большие. И ребята, и взрослые люди. Поэтому они готовы к такой деятельности. Это элементарные шаги по организации деятельности. Сначала ваш аниматор получает задание. Это может быть на день, это может быть на несколько дней. Вы с ним вместе определяете, или он сам уже в состоянии определить цели и задачи своей работы. Обеспечение работы осмыслить. Потому что в анимационных программах достаточно большое оборудование необходимо. И часто это оборудование необходимо. Распланировать работу, обязанности, оперативное руководство, анализ эффективности и отчет о выполнении работы обязательно. Все эти элементарные части организаторской деятельности, о них аниматоры должны иметь представление и уметь их осуществлять. Я думаю, что эта презентация будет вывешена. Поэтому что-то специальное записывать сейчас мы не будем на этом останавливаться, потому что это все будет у вас. Ну и оценочно-аналитическая деятельность. Понятное дело, что мы с вами должны всегда уметь проанализировать свою работу. И аниматоры в том числе должны уметь проанализировать свою работу и показать ее эффективность. Здесь технологии используются те же, что и в начале, вы сами говорили, в диагностической деятельности. Анализ работы может быть проведен и с помощью анкет, и с помощью тезисов, недописанных тезисов и так далее. То есть разные способы анализа наших мероприятий, наших проектов использоваться должны. Вот на самом деле, эта последняя часть работы, она очень часто выпускается из виду. Сделали, перемогли и слава Богу. На самом деле, дальнейшее развитие и дальнейшее участие в подобных проектах, оно невозможно без полноценного анализа. И вот здесь нужно иметь в виду, что необязательно все должно быть идеально. И необязательно должно нам все вот прямо нравиться. Мы должны с вами посмотреть сегодня. Вот у меня программа длится, например, 30 дней, например. Но сегодня я чего добился? Что у меня получилось? Что у меня не получилось? Вот такой анализ, особенно если у вас аниматоры не очень опытные, если они только учатся, если они начинают только работать, вот такой анализ вам, как более опытному специалисту, с ними необходимо проводить. И это не страшно, это не зазорно, чего-то не уметь или что-то не получается. Всегда есть моменты, которые можно улучшить. Задача этого этапа, она, безусловно, в этом и состоит. Проанализировать каждый день работу. Если вы нанимаете аниматоров, например, на работу, вы вполне в состоянии с них спросить анализ каждого анимационного дня программы, заложить определенную форму этого анализа и получать вот такие итоги в конце дня. Ну, конечно же, это имеет смысл, если только там не будет написано, все прекрасно, все замечательно, завтра будет, наверное, минус 5 детей. Поэтому, ну вот, здесь нужно подумать, как эту работу необходимо будет провести. Есть ли по видам деятельности аниматоров какая-то непонятая часть? Вопрос по немножечкам, что по видам деятельности, а по одной из методик, по законченному предложению. Вы сказали, что можно и дети, и родители, и родители. То есть это обратная связь от родителей, как они оценивают то, что происходит, и как дети обречены в основном? Как правило, маленькие дети не приходят в ней. Как правило, есть бабушка, дедушка, мама или старший ребенок, который за ними убедает. И эту обратную связь тоже нужно получать. Потому что удовлетворенность, как правило, изучается у всех участников работы. Они в данном случае тоже являются участниками работы. И почему еще важно их мнение узнать? Потому что если им что-то, например, не нравится, то они ребенка, который просто не привезут, и другим отцоветуют. Или наоборот. Как у нас часто происходило, что родители, случайно попав на игру во дворе, рассказывали своим знакомым и приходили из других дворов. Ребята, у нас там есть интересные. И мы пообщаемся заодно, и ребенок в чем-то хорошем поучаствует. Поэтому сейчас же все, сарафанное радио, оно же одно из важных средств вовлечения, в том числе и в анимационные программы. Поэтому да, это очень хорошая обратная связь, что и родителям в том числе нравится. У меня тоже вопрос. По этому же самому диагностическому, практически, только по цветовой диагностике. Я так понимаю, что розовое настроение, заборное настроение, мишень, они очень похожи. Очень похожи, да. Можно приносить с собой такие распечатки, чтобы на каждого ребенка хватило? Или на один какой-то большой плакат? Это может быть так, как вам удобно. Если у вас, например, есть площадка для того, чтобы про каждого ребенка повесить, да? У вас есть какой-то стенд, не занятый. И детям будет приятно, что у них есть своя какая-то картинка, которую они заполняют. И она только моя. Это элемент творчества и такого индивидуального уже подхода к ребенку. Если у вас такой нет возможности, мы в свое время просто приносили кусок ватмана, рассылали на не очень чистом столе, игровом, в дворовой площадке. И дети рисовали каждый свой кусочек в этой общей диаграмме. Поэтому любой вариант приветствуется. На самом деле важен вариант, который понравится детям. Вот если они, опять мы сейчас к возрастным особенностям переходим, если им больше интересно уже работать в команде, в коллективе, когда дети уже такого, подросткового, младшего, подросткового возраста, конечно, общий вариант будет им интереснее. Они вместе какую-то работу уже будут делать. Детям помладше интереснее уже индивидуальные какие-то картинки, рисунки и так далее. Это же могут быть не только вот эти мишени, сороконожки и так далее. Это же могут быть маленькие раскрасочки, которые дети раскрасят в тот цвет, который им интересно. Конечно, это отекрещается чем? Наличием карандашей, наличием вот этих отпечатанных раскрасочек, но с другой стороны, на одном листе там 6 штук обладительных пластиковых тоже. Ну, на мой взгляд, желательно. Или, по крайней мере, вначале это нужно делать регулярно, потом это можно сделать через каждые, например, 3 дня. Если у вас дети постоянные, да, уже ходят на эту площадку, это может быть вообще маленький альбомчик для ребенка придуманный, и он каждый день его заполняет. То есть формы придумывания могут быть разные, но отслеживать, что происходит с ребенком, особенно если вот вы работаете с детьми трудными, например, да, это же вообще штучная работа, это особенно важно с точки зрения индивидуального подхода. А что чувствует ребенок, какие эмоции у него переживаются, входит он в коллектив вашего клуба, да, вот как в форуме работы или нет. То есть здесь-то, наверное, все-таки стоит каждый день с ребенком индивидуально поработать, если будет такая возможность. Вот, еще. Понятно, да? То есть индивидуальные диагностики, коллективные диагностики, в зависимости от... Да, диагностирование лучше и аниматор, да, вот в моем случае, и детей, с которым мы проводим. Вот хороший вопрос, Лен. Здесь я еще раз повторю то, что сказала. Зачем и кого диагностировать, нужно понимать. С аниматорами, на мой взгляд, наиболее важно анализировать программу, которую они каждый день проводят. Каким образом они... Кого-то вывлекли, кого-то не вывлекли, что у них получилось, что не получилось. Какая игра пошла с детьми, какая не пошла с детьми. Например, приготовили 20 игр, а 10 детей просто не заинтересовали. В результате вместо 4 часов они отработали 1 час, а дальше не знаем, чего делать. То есть вот с аниматорами, на мой взгляд, обратную связь нужно получать с точки зрения анализа работы. А диагностики вот эти, да, то, о чем мы говорили, это то, что необходимо у детей и родителей брать. Для того, чтобы отслеживать, а у них-то какое отношение к тому, что с ними происходило. Но я вот, ради Бога, призываю, не закидывайте их 10-ю там диагностиками, да. Любая диагностическая деятельность должна иметь простые формы и не требовать много времени. Не надо там 10 диагностик. Да. Сегодня, а давайте настроение свое нарисуем. Нарисовали. А давайте сегодня, товарищи родители, вы нам вот обратную связь идите, пока мы с ними не играем. То есть ни себя не отягощайте излишним трудом, ни детей не отягощайте миллионы. Как собрать детей на ту площадку? Еще раз. Как детей собрать на ту площадку? Какую? Например, вот решила я это сделать, да, там у нас был парк, и как я и где буду сыграть? Действительно, хороший вопрос. Начать самим играть. Понимаю, да. Детям станет интереснее, а не прилипая. Какой способ, как вы хотите, она уже стопанная образовательность? Ну, это немножко не про диагностику, но, хотя и про диагностику тоже. Давайте, отвлечемся. Как собрать? Я могу сказать, как мы делали. Вот я совершенно согласна с предыдущим оратором. Нужно играть самим. И первое, что мы сделали, это просто пришли в выходной день с студентами и поиграли сами и с теми детьми, которые там были. Потом они развесили объявления на всех подъездах в той части, где это разрешено. И затем, на следующий раз, пришло уже немножко больше народу просто на уровне посмотреть. Это каждый день отдыхает? Да, конечно. Ну, мы всегда работали на конкретной площадке. Вот мы знаем, что мы уже в этом же городе живем, мы же не инопланетяне, которые приехали. Мы знаем, что вот здесь дети часто бывают, и они собираются. И мы туда и приходим изначально, приглашаем, объявления делаем. Солнечный двор, насколько я понимаю, например, привлекает, и телевидение для рекламы. Такие вещи делаются. И мне кажется, уже за несколько лет работы уже все знают, что вот в этих дворах обычно летом это происходит. Но, по крайней мере, вот за ЦУМом, вот там, где двор у нас такой, с ловками-то, вот там дети часто играют, и они уже сами реагируют на то, что, ну, вот скоро будут приходить. Ну, вот хороший вопрос, как собрать? Мне кажется, для того, чтобы понять, как собрать и кого собрать, нужно понять, зачем собрать. И это к вопросу о том, а зачем вы пишете эту программу. Вот если вы определенные просветительские задачи решаете, то, понятное дело, вы будете выходить на определенные образовательные учреждения, то есть там, где эти могут заинтересоваться. Если вы работаете с трудными детьми, то, безусловно, вы будете обращаться в те органы, где эти дети все записаны. Или это реабилитационный центр и так далее. Но вот кто и зачем? Это первое, что вы должны понять, когда вы этот проект пишете. Хочу отвлечься для подростков. Если бы я отдала пример, я хочу, чтобы подростки надо, может, не будут это делать. Действительно, я так хочу, да? Выникает вопрос. А вам, вы для кого это делаете? Чтобы они захотели. Нужно писать проект под конкретную реальную проблему. Вот если вы знаете, что у вас дети есть, не занятые подростки, то про них вы и пишете проект, но вы уже заранее знаете, что эта потребность есть. А если вы не знаете, есть ли у вас потребность, то невольно возникает вопрос, зачем вы этот проект пишете. И есть ли подростки у вас в городе? Зачем вы это делаете? Замятность. Чья? Ваша или их? Детей. Детей. Где у вас дети? Есть в городе дети? Где? Нет, вы собираетесь писать инновационную программу и говорите, я вот не знаю, есть ли у меня дети. Не знаю. И мы идем. Заведем. Где? Где?